Благослови Ближнего! Мы должны понять, друзья, что церковь – это не просто организация добрых дел, благотворительности. Церковь – это не просто организация, которая кормит голодных, одевает, помогает обездоленным, ходит в колонии, помогает детским домам. Это все как бы прилагательное. Это все то, что уже в сердце Христа – помогать человеку, любить человека, любовь к человеку. Это все в его сердце. Но первое, как бы степенное, что есть в церкви, на что мы ставим ударение – это сам Христос. Христос в церкви, Христос в доме. И вот когда мы говорим о том, что мы есть уже храм Духа Святого, то есть мы – дом для Святого Духа, то тогда первое, на что мы ставим ударение – не на кормление голодных, не на помощь обездоленным, не на помощь сиротам. Мы первое, на что ставим ударение – что настоящий христианин – это не просто человек, который любит птичек, собачек, людей, еще кого-то. Настоящий христианин – это человек, в котором живет Иисус, который предоставил свою жизнь, себя, для того, чтобы там поселился Иисус, Дух Святой, Отец. То есть мы становимся храмом для Святого Духа. И вот если бы мы были просто людьми, которые любят животных, людей, окружающую среду и все остальное, это была бы одна организация. Но так как мы люди, которые предоставили самого себя, свою жизнь, для того, чтобы там поселился Святой Дух Иисус, то мы уже не как организация, мы – тело Христа. Библия говорит, что Он есть глава этого тела. А каждый из нас – мы члены в этом теле. Так же, как есть в моем теле, в твоем теле, есть определенные органы, члены, есть палец или пальцы, есть ноги, руки, глаза, уши. Все они взаимосвязаны. Все они выполняют основную функцию. И здесь точно так же Иисус, Он как глава этой церкви, а мы как члены, как тело Христа, выполняем его функции. То, что угодно Христу. Итак, если бы мы были просто организацией, которые любят животных, людей и растительный мир, то тогда бы дьявол так не нападал. Но из-за того, что мы, те люди, которые предоставили себя, в первую очередь, Христу, и дьявол раздражает Христос, понимаешь? Не ты раздражаешь дьявола, а Христос, который в тебе раздражает дьявола. Христос, пойми, идет атака не на тебя, тогда, когда дьявол атакует. Идет атака на Христа, который в тебе, который поселился и живет в тебе. То есть, учит тебя жить правильно, этот Христос, этот Божий Дух. И тогда дьявол атакует твою жизнь. Когда он увидит, что ты встаешь на путь Христов, на путь узкий, на путь жизни, он начинает атаковать жизнь человека, потому что ему это не нравится, потому что человек начинает отображать того, кто поселился в нем. И он начинает всячески препятствовать. Но нам нужно понять, что другого варианта нет. Другого варианта нет, если ты хочешь жить со Христом. Если ты хочешь жить со Христом, по большому счету, то Христос, говорит, вы будете гонимы из-за Него, из-за меня, он говорит. Вас, говорит, будут отдавать в суды, там, и разные ситуации приводят. Он говорит, это все из-за меня, понимаете? И мы должны понять, что христианство, это не для слабых людей. Слабые люди, они не сдают свои экзамены, они уходят со временем. И поэтому Писание четко говорит, те, говорит, которые оставили из этого, мы, говорит, понимаем, что они были не наши. Ибо если бы они были наши, то они были бы с нами. Так говорит апостол Павел. И поэтому мы должны понять, что здесь идет речь не просто про хороших людей, бла-бла-бла, про добрых людей, про хороших людей, про успешных людей, про влиятельных людей, про людей, которые одеваются в бутиках, у них правильная культура питания, или правильный образ жизни. Не про этих людей идет речь. Речь идет, когда говорим о христианах, про людей, в жизни которых живет Христос, в жизни которых живет Божий Дух. И они, проходя свои, как Писание говорит, проходя свои разные ситуации, они видят источники, которые открывает для них Бог. И проводит Бог к этим источникам и напояет свой народ во имя Иисуса Христа. И так или иначе, дьявол, как мы уже говорили в воскресенье, он будет препятствовать. Он не может прийти через змея. Помните, да? Мы приводили пример. Если с тобой заговорить змей в лесу, ты будешь сильно удивлен. Но когда через человека он говорит, ты не так сильно удивляешься. Поэтому он приходит, ну вот так, как тебе сегодня проще, понятно, он приходит через какого-то человека, через близких людей и пытается так же соблазнить, как тот змей соблазнил Еву Адама. И вот когда мы смотрим второе послание Тимофею, апостол Павел говорит здесь не про змея, а про людей. И он здесь говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. О чем речь? О том, что в последние дни, когда мы читаем не просто вот этот стих, но когда мы читаем и другие стихи в Библии, книгу Откровения тем более, то там есть описание тех последних дней, о которых говорит апостол Павел. Описание. И в этом описании там написано, что именно дьявол поднимет всю свою эту лютую армию бесов, демонов и всего вот этого нечистого, чтобы соблазнить как можно больше людей в Диену Огненную вместе с ним. Идет война, идет борьба за душ. И он понимает, что для него уже готова Диена Огненная. И для его демонов, которых он увел с неба, которые были ангелами, тоже готова Диена Огненная. И Господь Бог наш, Он об этом говорит, что для них готов суд. Придет время, день, когда будут судить их. И он это понимает. И он ведет себя как террорист. Ты понимаешь, как ведет себя террорист? Он обвязывается вот этим вот поясом шахида, он заходит туда, где очень много людей, торговый комплекс, метро, школа, супермаркет, какие-то еще заведения, он заходит туда и взрывает себя. Потому что он уже, ну то есть по его вере, да, что как бы если он умирает там ради своего Бога, то тогда он будет там на каких-то своих небесах с ним вместе. Но дьявол знает, где он будет. Дьявол знает, где он будет, и он знает, что для человека Бог приготовил небеса. небеса, там, где живет сам Отец, Сын и Дух Святой. И его задача увлечь человека, его душу в диену огненную, в ад вместе с ним. И поэтому он такую цель ставит, он уже знает, он уже осужденная личность, он приговоренная личность, он криминальная личность, он знает свое будущее. Понимаешь, он не может изменить его, он не может покаяться, чтобы Бог простил его, он не изменит свое будущее, но вот он может повлиять на наше будущее, он может повлиять на будущее людей, которых он соблазняет, он может повлиять на будущее крестьянина, которого он сможет соблазнить в грех. Таким образом, он повлияет на будущее, чтобы этого человека прописать вместе с собой на вечность в аду. У него такая ставка. У него такая ставка. Он как террорист. Он говорит, я все равно уже погибну. Я все равно уже пойду в ад, в Диену. Но я тогда заберу как можно больше людей с собой. Понимаешь? И тогда он начинает соблазнять. Он придумывает, изыстивает лучшие формы соблазна, чтобы как можно больше людей увлечь за собой. Поэтому тогда, когда дьявол соблазняет, ты пойми, это не просто атака против тебя. Это атака против человечества. Против всего человечества. Ему нету разницы там до тебя конкретно. У него есть именно желание как можно больше людей забрать с собой. И кто соблазнится, он пойдет туда. Ты понимаешь? И вот Писание здесь говорит, что вот эти последние дни, он говорит, наступят времена тяжкие, имеется в виду, что будет много соблазна. тяжкие не потому, что тяжелые, а потому, что для праведника тяжелые, потому, что будет много соблазн. Но если ты будешь жить, как говорит апостол Павел, ты будешь мертв до греха. Как можно мертвого человека искушать? ну, просто задумайся. Как можно мертвого взять с собой куда-то в ресторан выпить? Как можно мертвого куда-то еще пригласить? Как можно с мертвым что-то вот делать, как с ним можно грешить? Как? Никак. Он мертв. И вот если мы выберем путь быть мертвыми для греха, тогда дьявол не может нас со собой увести и соблазнить, понимаешь? И поэтому для нас эти времена, они не могут быть тяжкими, если мы стоим на путях истин. Апостол Павел говорит, что в эти тяжкие времена, как они будут выглядеть? Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И он говорит, таковых удаляйся. Удаляйся. И вот мы для себя должны решить, если ты идешь на небо, есть тут люди, которые собираются идти на небо, если ты идешь на небо, если ты принял курс идти на небо, если ты принял решение, я иду на небо, я не иду сатаной в Диену Огненную, я иду на небо со Христом, я буду жить со Христом. Как знаете, вот этот анекдот, когда мужик, мужчина умер, и как бы приходят, и там Петр на воротах, апостол встречает его, и ангелы с Петром, и он ангелам говорит, проводите его до его дома, и они ведут его по большой улице, золотой мостовой, идут и смотрят, стоит красивый особняк. Он говорит, это мой дом. Они говорят, нет, это не твой дом, твой дальше. Идут дальше, смотрят, дом поменьше, но все равно красивый и большой. Это, наверное, мой дом. Нет, это не твой, твой дальше. Идут дальше, смотрят, уже дома пошли пониже, и он говорит, наверное, вот этот мой дом. Нет, это не твой, твой дальше. И доходят до самого конца этой улицы, и там из картонных коробок дом. И они ему говорят, вот это твой дом. Он говорит, послушай, мы сейчас проходили, такие дома были, почему мне вот это? Он говорит, ну, то, что ты давал там на земле, на то и строили. И вот пойми, то, что мы даем здесь, Иисус не просто так говорит о небесном банке. Я сейчас не говорю даже за финансы, хотя и это тоже стоит отметить. Я сейчас говорю вообще за наше желание жить со Христом. Бог видит все. Он видит наше сердце, наши мысли, наши желания. Насколько ты вообще готов страдать своей плотью ради царства вечного? Насколько ты готов страдать своей плотью? Потому что люди не готовы страдать своей плотью. Они подчиняют свою плоть желанием «хочу». «Хочу» является их Богом, а не Иисус Христос. Хотя они называют себя христианами. Хотя они говорят, мы в Бога верим. Да бесы тоже верят. И дьявол тоже верит. Он не просто верит, он знает, что он есть. И он Писание знает наизусть. Понимаешь? Поэтому христиане, те, которые говорят, я в Бога верю, и Писание читаю. Но если они живут своим желанием «хочу» и не обуздывают свою плоть, и не меняют свой характер, ты понимаешь, где они будут? «Хочу» все решить. И поэтому апостол Павел говорит, те, которые христовы, есть тут христовы? Он говорит, те, которые христовы, они распяли плоть, свою, не соседа плоть, а свою со страстями и похотями. Понимаешь? Они, говорит, сами взяли свою плоть, распяли. Поэтому, когда ты видишь какие-то вещи, которые происходят в твоем сердце, в твоем сознании, когда ты видишь какой-то грех, который зарождается внутри тебя, или он не зарождается никогда, или ты мертвый, или еще живой, живой или мертвый? И когда он зарождается, этот грех, ты должен перед Христом, честно. Тут, понимаешь, тут вопрос честности. Ты можешь долго играть в эти игры, как будто Бог не замечает, и ты спрятался куда-то от Него, и дальше грешишь, а Он все видит. Он видит мысли, Он видит сердце, Он видит мотивы, Он видит поступки, Он видит все. И поэтому тут бесполезно как-то прятаться от Бога, можешь спрятаться от человека. Знаешь, это может сойти тебе с рук, ты можешь спрятаться от человека. Иногда, знаешь, мама последняя в семье узнает, что ребенок уже несколько лет употребляет, употребляет какие-то вещества. И когда она это узнает и говорит, да как, мой сын, такой хороший, такой пример. Ты с Богом в такие игры не сможешь играть. Это ты маме можешь рассказывать. С Богом не получится. И поэтому человек, который хочет идти на небеса, принял решение жить со Христом в вечной жизни, он должен быть честен перед Богом. И если есть какой-то грех, значит, он приходит к Богу и говорит, Бог, я не хочу это иметь внутри себя. Вырывай это с корнями. Искоренись в моей жизни этот грех. Освободи меня от этого греха. Я прошу тебя, очисти меня от всей нечистоты во имя Иисуса Христа. Амин. Объявляет пост, сражается со своей живой для греха плотью, сражается и умерщвляет ее сам. Понимаешь? Павел говорит, те, которые Христовы, они сами собственноручно распяли свою плоть со страстями и похотями. Амин. Мы же иногда хотим, чтобы кто-то распял нашу плоть. Ну вот, пастор мне должен что-то сказать, чтобы я вошел в пост и распинал свою плоть греховную. Ты сам должен это говорить самому себе. Ты должен повзрослеть до того уровня, чтобы говорить самому себе. Амин. Самому себе. Чтобы ты контролировал свою плоть, чтобы ты контролировал свою жизнь, чтобы пришло осознание, что ты должен пойти на небо, что Христос ждет тебя. И каждое твое решение, и каждый твой шаг, когда мы принимаем подобные решения, может быть, ты финансово как-то не сильно участвуешь в процессе, ну вот, как мы сейчас приводили эту историю, что дом строили, но Бог будет видеть твое решение в сердце. Ты понимаешь, это тоже дорогого стоит, когда Бог будет видеть твое решение о смирении, о кротости, о воздержании, о том, что ты не хочешь быть грешником, о том, что не хочешь идти в ад, о том, что хочешь идти на небо. Бог видит все мотивы сердца и все учитывает. И когда он видит желание человека, когда человек говорит, я не могу бросить уже курить там пять лет или там несколько месяцев, я не знаю, понимаешь, Бог меня освободил очень быстро, очень быстро, очень. И я не считаю, что я какой-то особенный, потому что я вижу, новобращенные приходят сейчас в церковь и точно так же Господь без революционного центра, без какой-то особой специальной молитвы, покаяния, Он просто освобождает их от зависимости. Почему? Потому что есть желание в сердце освободиться. Когда есть желание в сердце освободиться, Господь приходит на это желание и освобождает. Он считается с твоими желаниями, Он считается с твоим выбором. Если человек принимает решение дальше грешить, Бог говорит, это ты принял решение. Я здесь ни при чем. И не тешь себе иллюзии о том, что ты будешь грешить и жить со Христом. Бог, написано с грешниками, не сообщается. Никак. Есть свет, есть тьма, есть Бог, есть дьявол. Все. И поэтому мы должны принять решение. Если мы хотим идти на небеса, хотим провести вечность с Иисусом, мы должны распинать плоть со страстями и похотями. Амэн. И вот Он говорит, эти люди, 5 стих, имеющие вид благочестия, понимаете, о чем речь? Вид благочестия. Но, говорит, силы его отрекшиеся. То есть, это люди, которые научились, что такое вид благочестия? Кто может привести пример? Вид благочестия. То есть, внешне их вид говорит о том, что они благочестивы. Научились правильно говорить, научились правильно подбирать какие-то слова, вставлять, знаешь, какие-то христианские фразы. Аллилуйя, аминь, шалом, привет, брат, лапзание святых и все остальное, вечность, вечный сезон, сион, город, Христос, все, все, полностью вид, вид благочестия, вид. Но внутри, говорит, другое состояние, сила его отрекшись, обратный процесс. И апостол Павел говорит, ты не должен смотреть на их вид благочестия, ты должен удаляться. Если люди отрекаются от силы Божьей, если люди отрекаются от Христа, ты должен удаляться. Так говорит Писание, удаляйся таковых. И дальше он говорит, к сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома, обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащиеся и никогда не могущих дойти до познания истины. Никогда. Всегда учатся, но до познания истины никогда не могут дойти. Страшное на самом деле состояние. Всегда учиться, но не знать истину. И поэтому проговаривая эти вещи, я не хочу, чтобы ты сейчас перебирал в голове и думал, о ком говорит пастор. Я говорю тебе о последних днях, которые уже начались и происходят на земле. И эти люди, они здесь на земле. И дьявол, он не приходит в змей, чтобы искушать тебя. Он приходит через человека. И вот все эти люди, которых перечисляют со второго по четвертый стих. Ты можешь еще раз это прочитать дома, и там характеристика людей. Людей, не змей, людей. И это не просто как бы вот их недостатки. Это дьявол создает, понимаешь, это его, это его природа. это его цель. Поэтому, когда мы видим внутри себя какие-то вот подобные вещи, которые перечисляет здесь Писание, мы должны разбираться с этим. Мы должны уничтожать внутри себя природу дьявола. Уничтожать. Мы должны принимать это решение во имя Иисуса Христа. Амин. 4 глава с 1 по 5 стих. Здесь же 2 Тимофея. Он говорит, «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Проповедуй Слово настой, то есть настаивай во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прикотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слух, а от истины отвратят слух и обратятся к басне. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Амин. То есть он это говорит конкретно пастору Тимофею, и это я как бы применяю к себе. Я принимаю для себя. я как служитель, я как пастор, и это касается каждого служителя, кто уже поднялся или вырос именно как служитель Христов. Мы это должны брать для себя. Это уже Господь говорит нам, служителям, и на вопрощенном. И Он говорит здесь конкретно, ты должен проповедовать слово, ты должен быть настойчивым и во время, и не во время, ты должен обличать, ты должен запрещать, ты должен увещевать со всяким долготерпением и назиданием. Ты должен это делать. Почему ты должен это делать? Потому что дьявол поставил цель, как можно больше людей забрать с собой. Но наше назидание, увещевание, наше обличение, наше как служение, проповеди, они должны вырывать людей из ада, из преисподней. И поэтому мы должны это делать. Абсолютно все, каждый. Но сегодня кто-то уже вырос духовно, и он является служителем, и он обязан это делать. Кто-то сегодня возрастает, кто-то новообращенный, но так или иначе каждый должен возрастать этот возраст Христов, когда мы должны будем спасать взятых на смерть. Мы должны будем спасать людей, которых дьявол приготовил уже для своих этих вечных мук. Мы должны идти к ним, проповедовать, обличать, нравится им, не нравится им, неважно. Писание говорит, даже если они не будут слушать, ты должен говорить. Ты не должен останавливаться на том, что если тебе человек скажет, я не хочу тебя слушать. Ты должен сказать и пойти, а дальше Господь будет уже с ним разбираться. Дух Святой начнет через твои слова что-то совершать в их жизни, в их сердце, в их сознании. Это не твое дело. Знаешь, иногда человек говорит, я уже не пойду, я уже не буду, не слушает меня никто. Это не твое дело. Господь говорит, иди и говори, увещевай, вовремя, не вовремя. Ты должен говорить, все, твоя задача говорить, проповедовать, быть настойчивым, понимаешь? Нам не стоит сегодня менять свой формат служения из-за того, что наступили времена тяжкие. Понимаешь? Сегодня будет больше и больше греха в это последнее время. И что, церковь должна перестать говорить? Сегодня мы смотрим вот этот вот ненормальный мир ЛГБТ, который по каким-то умозаключениям решил, что можно соединять союз между мужчином и мужчиной. Просто они так решили, что женщины и женщины, мужчины и мужчины, они так решили. Это их умозаключение. Библия говорит, что это грех. И сегодня, когда, если мы не будем говорить, кто будет говорить? И мы сегодня смотрим, это становится распространенным практически уже во всех странах мира. Тогда кто будет говорить, если не мы? Если не христиане? кто будет говорить? И Господь смотрит на наше сердце, как мы относимся. Понимаешь, я тебе так скажу, почему люди некоторые не говорят правду. Ну, во-первых, возможно, что они имеют внутри слабость, они не могут говорить правду, но основной причиной является их личный грех. личный ты не можешь обличать человека в каком грехе хотите, чтобы обличали мы сейчас в примере? В каком грехе? В воровстве? Ты не можешь обличать человека в воровстве, если ты сам вор. Ты не можешь человека обличать в блуде, если ты сам блудник. Ты не можешь. У тебя даже морального права нет, и тебе не даст этого морального права Дух Святой, ты понимаешь? Если ты сам не освободишься от греха, ты не можешь быть проповедником слова. Ты не можешь. И поэтому Библия призывает каждого, абсолютно каждого, не пасторов, не только служителей, которые вокруг пастора, абсолютно каждого христианина очистить свой храм. Очистить. Как ты делаешь дома уборку? Делаешь уборку? Так делай уборку и в своем храме. Давайте посмотрим еще один пример. Это Евангелие Теана, 8 глава. С 37 по 47. Давайте начнем с 30. Вы не против? Я так и знал. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. И если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. То есть идет речь о том, что человек, который пребывает в Божьем Слове, не просто читает, я еще раз говорю, дьявол его знает наизусть. Пребывать в Божьем Слове, это значит применять его в своей жизни. Пребывать в Слове, это значит растворить его в своей жизни. Растворить. Согласиться с Божьим Словом. Божье Слово называет некоторые вещи грехом. Если ты оправдываешь этот грех и говоришь, да, это не грех. В моем понимании это не грех. То значит ты не растворяешь Божье Слово внутри себя. Ты не можешь с Ним соединиться. Для тебя Божье Слово чуждо. Какие тебе удобные вещи, ты применяешь в своей жизни и растворяешь в себе. И говоришь, вот это да, с этим согласен. А вот с этим не согласен. Понимаешь? А Иисус говорит, что если вы, говорит, прибудете, если пребываете в Слове Моем, если пребудете, говорит, в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познайте истину. И истина сделает вас свободными. Другими словами, чтобы тебе стать свободным, что тебе нужно? Познать истину это уже потом. Пребывать в Слове. Чтобы это Слово, стараться, чтобы это Слово, оно растворилось внутри тебя. Чтобы ты принял полностью это Слово. И чтобы ты уже называл вещи именно их именами, так как Бог видит эти вещи. Если это блуд, то это блуд. Если это грех, то это грех. Если это правильно, значит, это правильно. И Он говорит, когда это Слово будет в вас пребывать, вы после этого познаете истину, а истина сделает вас свободными. То есть ты получишь свободу от своего греха. То есть, в принципе, мы то же самое, то, что сейчас читаем, мы уже привели об этом пример, что новообращенный, так же, как и я, так же, когда-то был новообращенным, я не был ангелом от рождения, был новообращенным, грешил до прихода в Церковь, пришел в Церковь, начал читать Слово, начал вникать в Слово, и это Слово мне указывало на мой грех. И я либо его принимаю, это Слово, которое говорит со мной, либо отвергаю, либо говорю, нет, я считаю, это не грех, либо я принимаю, говорю, я согласен, Господь, это грех, и я хочу освободиться от Него. И когда ты принимаешь это Слово, написано, вы истинно сделаетесь свободными. И дальше они ему говорят, отвечали ему, 33 стих, семя, мы, говорит, семя Авраамова, и мы не были рабами никому, никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Понимаешь, все видят однобока, поверхностно, по плацти. Иисус отвечал им, истинно, истинно, говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Мы в прошлый четверг на семинарах, у нас были семинары, и подняли такую тему, ну, это была тема семинара, что если ты ученик Христа, Христов, ученик Христов, первая твоя характеристика, ты принимаешь Иисуса как Господа. Если ты принимаешь Иисуса как Господа, Господь – это Господин. Ты понимаешь? Господь – это не Его имя, это Его статус. Господь – это Господин. Если Он Господин, тогда мы кто? Я говорю, апостол Павел говорит, я раб Христов. Петр говорит, я раб Господи. Иоанн говорит, я раб Господи. И Яков говорит, я раб Господи. Я говорю про себя на семинаре. Я считаю, что я раб Господи. Я считаю, что мы должны стать рабами Господа. И начались толки, рассуждения. Некоторые говорят, а я так не считаю, что мы рабы. Но Писание говорит, если ты не раб Господень, то ты раб греха. Ты однозначно чей-то раб, ты понимаешь, нет? Ты не можешь быть свободным однозначно, потому что духовный мир был вначале, а потом из духовного мира был сотворен физический мир. И жизнь человека, она подчинена духовному миру. Либо ты будешь подчинен Богу, либо ты будешь подчинен дьяволу. Только ложь дьявола, она выглядит так. Он говорит, меня нет. Ты понимаешь? Ты сегодня спроси у людей, и они тебе скажут, да никакого дьявола нет. Ты говоришь, ну посмотри дела дьявола в твоей жизни. Грешишь, пьешь, куришь, воруешь, обманываешь, блудишь и все остальное. И ты идешь в ванк, понимаешь, нет? Человек будет говорить, при чем здесь дьявол, это я все делаю. Понимаешь, дьявол, первую ложь, которую затянул сознание человека, он говорит, меня нет, это ты все делаешь. Это ты грешишь. Это все из-за тебя. Я здесь ни при чем. Но это его стратегия. И мы должны понять, что Иисус отвечает им, всякий, делающий грех, есть раб греха. То есть, если человек принимает Христа не просто в свое сердце, как друга. Знаешь, когда ты друга принимаешь в свое сердце, друга, ты можешь от друга тогда выслушать и критику, и похвалу, и ты можешь где-то друга своего тоже раскритиковать и сказать своему другу правду какую-то, да? Так или нет? Как друга. Но если ты принимаешь Христа как Господа, ты уже не можешь критиковать Господа. Он Господин. И в нем нет греха. И поэтому, когда мы принимаем позицию Христа, позицию Божьего Слова, принимаем то, что Он Господин, тогда мы однозначно Его рабы. А если мы Его рабы, тогда мы свободны от греха. На эту тему мы, наверное, попозже как-нибудь поговорим, когда Дух Святой поведет нас в этом направлении более глубоко. Читаем дальше. 35-й стих. Он говорит, Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. То есть, Он говорит, ты должен прийти в состояние сыновства. Сыновства. Потому что, понимаешь, вот о чем речь идет? Не о том, что ты не должен быть рабом Господа. Идет речь о том, что есть два состояния в жизни человека. Два состояния. Когда родители дома, дети шелковые. Родители только за дверь. Дети делают, что хотят. Когда человек приходит в церковь, он поднимает руки и ведет себя, как будто христианин. Когда выходит из церкви, достает пачку сигарет, доходит до магазина, покупает бутылку там себе пива, коньяка, чего еще. И делает, что он хочет. Но считает себя христианином. И он выполняет какие-то вещи, потому что он зависит от человеческого мнения. Он зависит от мнения самого Господа. Но внутри не хочет расставаться с грехом. И поэтому он остается рабом. Рабом по сути своей. Что он постоянно находится в этой игре. Он играет. Играет с людьми, которые в церкви окружают его. Играет с Господом. И он, когда ему удобно, он один. Когда неудобно, он другой. Он играет, он раб. Он смиряется, потому что так надо, а не потому что он хочет. К большому сожалению, общаясь с людьми, и они говорят, да я уже давно такого мнения. Я уже давно так решил. Просто еще какое-то время смирялся. Играл в эту игру, понимаешь? Играл в эту игру. Показуха это называется. Играл в эту игру. И он имел этот вид благочестия, или она имела этот вид благочестия, но внутри уже давно были рабы греха. И поэтому он говорит, ты должен не быть вот этим вот человеком, в состоянии которого внутри находится борьба между смирением рабским, когда раб, он делает все из-под палки. Чем отличается сын и раб? Чем отличается сын и раб? Раб делает все из-под палки. Если ты рабу скажешь, он это если ты не скажешь, если человек имеет рабское мышление, если ты не скажешь, он не будет делать. Но сын, он отличается от раба. Сын, он приходит в дом отца, и он начинает там уборку, наводить порядок. Как помните Иисус, который пришел в дом отца, в дом молитвы, и смотрит там, устроили вертеп разбойников, дом торговли. И он, написано, начал переворачивать столы миновщиков, сделал бич из веревок и начал разгонять всех. В таком именно статусе Христа никто вообще не ожидал. Они даже не думали, что он такой может быть. Люди до сих пор, некоторые думают, что Христос – это, знаете, ангел с неба, который мухи не обидит. Бог есть любовь. Да, Бог есть любовь. Но однажды он вошел в дом отца, в дом молитвы, и сам ногами переворачивал эти столы торговли, сделал бич из веревок и разгонял этих всех торгующих. Такой иконы еще не было. Никто не делал ее. Иисуса рисует сигненком на руках. Иисуса рисует еще какими-то, знаешь, картинками. То Дева Мария держит этого младенца. Никто не рисует Иисуса, который пришел и наводил порядок в доме отца. И мне непонятно, почему мы иногда, видя грех в доме отца или в церкви, молчив. Нейтральная позиция, молчание наше говорит о том, что мы внутри рабы. Понимаешь? Потому что если мы сыновья, если мы законные дети Божьи, сыновья и дочери, законные дети Божьи, то мы не позволим, чтобы в доме отца был грех. Мы не позволим, чтобы был демонический какой-то беспорядок. Мы будем наводить порядок. И это нормально. Мир, мир. И люди этого мира с испорченным мировоззрением и мышлением, они говорят, прислуживаешь. Тогда, когда человек становится сыном, сыном для Бога, и он приходит в дом отца и наводит там порядок, людям этого мира кажется, что ты либо выскочка, либо прислуживаешь, либо все делаешь для того, чтобы на тебя обратили внимание, но Писание говорит, что Иисус так же поступал. Он наводил порядок там, где был беспорядок. Выгонял из этого дома всех торгующих и наводил там свой божественный порядок. И он говорит, дом отца моего, домом молитвы наречился. Ты понимаешь? И он говорит, раб не пребывает в доме вечно. То есть, другими словами, люди, которые имеют рабское мышление, рабский характер, рабскую натуру, которые делают все из-под палки. Сказал – делает, не сказал – не делает. Отвернулся – его уже нет. Пока ты здесь, он что-то делает. Отвернулся – уже ушел. Ты куда ушел? Начинает придумывать причины. Иисус говорит, эти, говорит, люди в состоянии вот таком вот рабском. Они, говорит, ненадолго. Ненадолго. Раб не пребывает в доме вечно. Придут обстоятельства, придут ситуации, в которых тебе надо будет смиряться, в которых тебе надо будет платить цену, в которых тебе надо будет показать свое сыновство. И эти ситуации выдавят из Дома Божьего, из церкви. Но, говорит, сын пребывает вечно. Вот почему некоторых не берут разные проблемы. Знаешь, бывают разные, как в семье. В семье, вот кто живет, кто муж и жена, все мими живут, да? Много людей. Некоторые являются детьми, живут у родителей, в семье. И так или иначе, в семье бывает по-разному. Бывают мирные процессы, бывают разные. Да? Но если ты настоящий сын или дочь, ты не выбираешь родителей, ты не смотришь на соседа по площадке и не говоришь, пойду к нему жить. Там вроде машина получше. Там вроде денег побольше. Там вроде потолки повыше. Ремонт получше. Понимаешь? Если ты имеешь вот это вот законное рождение, ты в этой семье. Ты не выбираешь родителей. Ты родился в этой семье. И ты наводишь порядок, помогаешь. Сын пребывает в доме вечно. Ты проходишь все разные процессы. Папа с мамой поругались. Ребенок остается. Понимаешь? Разные, точно да те же процессы происходят в церкви. За эти 15 лет сколько людей уже было, которые, казалось бы, стояли на прямом пути, на этом узком пути, а потом встали на кривые пути, на широкие пути и ушли вслед за сатаною. Ушли. Ушли в грех. И если бы, допустим, к примеру, я или кто-то из тех людей, которые прошли эти все процессы до сих пор в церкви, до сих пор как верный сын, как верная дочь, находятся в служении, помогают, поддерживают руки, если бы они не являлись таковыми, то тоже бы уже соблазнились. Потому что эти ситуации рассчитаны на соблазн. Дьявол хочет соблазнять. Мы прочитали уже 2 Тимофею, 3 главу. Все эти настроения характера, они рассчитаны на соблазн, на соблазн соблазнить людей. И отступники, которые уходят из церкви, они рассчитывают на соблазн, поэтому они не рвут отношения с христианами, продолжают звонить и говорят, у меня все лучше даже, чем было, когда я был в церкви. Почему так? Это подчеркивает, что жизнь со Христом хуже, чем жизнь сатаной в грехе. Это что ли подчеркивает? Ты понимаешь логику? Что делает дьявол через этих людей? Подчеркивает, что жизнь со Христом хуже, чем жизнь в миру. Почему не рвут отношения с христианами, хотя уже не с христианами, хотя уже не в церкви? Почему не рвут отношения? Потому что хотят быть соблазном, соблазнять, соблазнять. Либо ты раб Христов, либо ты раб греха. Ты кем-то будешь направляем всегда, всегда. Ты не можешь быть нейтральный, ты не можешь быть сам по себе, либо ты будешь направляем Богом, либо ты будешь направляем и чертом, который будет толкать тебя в грех, в пагубу, в различные искушения, в различные грехи, чтобы погубить душ. И мы должны понять, что дьявол сначала искушает через людей мира, а потом начинает также искушать через людей, которые были среди нас и которые вышли. Это тоже искушение? Так или нет? Я не знаю, как для вас, но для меня это не искушение. Для людей новообращенных, для людей, которые еще не утверждены в Боге, для них возможно это искушение. Потому что говорят, смотри, вроде не курил же с нами был, сейчас курит. Библия говорит, возмездие за грех смерть, смотри, живой. И дьявол говорит, помните, да, Бытие 3 глава? Он говорит, нет, не умрешь. Бог сказал, что если мы будем есть с этого дерева, смертью умрешь. Дьявол говорит, не умрешь. И когда ставят перед тобой этого отступника с сигаретой или с бутылкой пива, и это пиво, и эта сигарета говорит, так же, как змей сказал в Эдемском саду, не умрешь. И так же имеет состояние вот это влечение, чтобы сбить христианина с пути узкого. В этом весь смысл. В этом заключается битва. Она происходит на уровне каждого из нас вот здесь, в голове. Вот это арматидон, про который мы говорим, и люди ждут арматидон, ждут это последнее время, ждут, когда вот это все начнется. Вот здесь арматидон целый происходит. Когда ты смотришь на некоторых, которые были в строю Божьем, которые были на передовых, даже были служителями, некоторые были пасторами, некоторые епископами, это ты смотришь, как сумасшествие постигло, и смотришь, просто скатились ниже некуда, и неужели у тебя приходит мысль, а может быть, и мне попробовать? рассчитано все на это. Рассчитал дьявол именно так, чтобы закралась мысль, если он не умер, почему я умру? Иисус говорит, раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно, итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Амин. Знаю, что вы семя Авраамова. Знаю, говорит, знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Причина, по которой фарисеи хотели убить Иисуса, потому что слово, которое говорил Иисус, не вмещалось в них. Причина, по которой сегодня отступники, почему я говорю именно про отступников, потому что если ты поедешь в библейскую школу, у нас три человека вернулись в этом году, слава Богу, с библейской школы, там проходили эту тему. Отступники считаются самыми опасными для церкви. не люди этого мира, не люди даже, которые грешат, которые не знают Бога, не люди, которые были в строю, люди, которые начали грешить, и люди, которые увлекаются этим грехом и делают это с большим удовольствием, вот это самые опасные люди для церкви. Иисус говорит, Он говорит, вы ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Поговори сегодня с отступником, и Он тебе скажет обязательно, с чем Он не согласен. 99% отступников не согласны с тем, что говорит пастор. 1% только от этих неопределившихся. 99% не согласны. Хотя пастор говорит то, что здесь написано, ты понимаешь? Тогда с чем они не согласны? Со Христом. И Он говорит, вы ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Сегодня ничего не изменилось. сегодня точно так же хотят убить Иисуса, который внутри тебя. Причина не вмещается в них Слово Иисус. Не вмещается. Тут вопрос даже не стоит в том, что как бы нет симпатии друг между другом, ну как бы вроде люди разные и нам не о чем разговаривать. Тут вопрос стоит именно в духовных вещах. конфликт в духе. Слово Христово не вмещается. Истины Божьи не вмещаются. Они не могут укорениться, не могут жить, не могут раствориться. Они не вмещаются. И поэтому человек готов нанести какого-то рода ущерб для Царства из-за того, что в нем не умещается Слово Божье. Конфликт из-за Слова Божьего. Конфликт из-за Слова. Ты стоишь в Слове, у него Слово не вмещается. А я с этим не согласен. Из-за этого конфликт. Некоторые люди говорят, ну вот, пастор, у тебя есть там приближенные какая-то команда. Послушай, у меня нет приближенных. Кто давно уже со мной знаком, у меня нету приближенных. Есть люди, которые определились и которые живут Словом. Вот они мои близкие. И неважно, сколько лет человек в церкви. Нету дедовщины в церкви. Нет такого, что если ты от начала, значит, ты самый близкий. Нет такого. Если ты любишь Господа, если ты любишь Его Слово, если ты ненавидишь грех, если ты расстаешься с грехом в своей жизни, если ты борешься, если ты хочешь исполнять волю Божью, ты мой близкий. Ты мой брат, ты моя сестра. Но если человек, независимо, сколько лет он в церкви, если он начинает заигрывать грехом, начинает грешить, начинает бунтовать, начинает идти против слова, он не может быть близким. Вот это очень интересно, что говорит Иисус. Он говорит «Знаю, что вы семья Авраамова, однако ищите убить меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, это Иисус говорит, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». То есть дела разные. И Он потом объясняет, сказали Ему в ответ «Отец наш Авраам». Они постоянно оспаривают. «Отец наш Авраам». Иисус сказал им «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы, делаете дела Отца вашего». На это сказали Ему «Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога». Иисус сказал им «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня». Это здесь очень глубоко. Он говорит «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня», Иисус говорит, «потому что я от Бога пришел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал Меня». Почему вы не понимаете речи Мои? Почему? Потому что не можете слышать слова Моего. И Он говорит «Ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, его, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Вопрос. Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. И здесь он ставит финальную точку. Конечно, они пришли в ярость. Это были фарисеи, которые были убеждены, что они от Бога, которые имели определенный статус в народе Божьем, имели вот эти одежды священничести, имели все-все-все облачение священническое, у них был статус. И тут он нам говорит, вы не от Бога. Почему? Опять возвращаемся к тому месту, когда он говорит, имеющий вид благочестия, но силы, говорит, отрекшиеся мои, таковых удаляйся. И он здесь проводит такую черту. Люди, которые слушают слова Иисуса, люди, которые живут истиной, они говорят от Бога. кто кто меня принимает тот от Бога. А меня, говорит, принимает тот, кто принимает мое слово. Что значит принимать его слово? Это позволить Божьему слову навести божественный порядок в твоей жизни. Чтобы Божье слово навело порядок. Не мы сами. По нашему умозаключению, по нашему представлению, мы все из разных каких-то семей, городов, мы все разного возраста, у нас у всех разное воспитание, у всех разные родители, нас по-разному воспитывали, и, знаете, поколение разное. Кто-то из поколения девяностых, кто-то из поколения еще семидесятых, шестидесятых, пятидесятых, кто-то из поколения уже двухтысячных, и это разные поколения. Разные. У нас жизнь разная. Кто-то родился в СССР? Кто родился в СССР? Ну, смотри. А есть уже кто родился в России, в современной? Это вам не из СССР. Это вообще другое. Вот этих двух копеек не напасешься. Просто через каждые, не помню, через сколько они их съедали. Минута, да? Через каждую минуту надо, представляете, позвонить надо, да? Через каждую минуту тебе надо горсть этих копеек, чтобы пройти, позвонить, ты скидываешь туда. Для вас это вы не знаете. Вы еще не родились тогда. Когда набираешь телефон вот так, а не так. И мы пацанами изготавливали такие вот монеты на веревочке. Ладно, чтобы у тебя монета на веревочке была. Раз провалилась ты за веревочку, раз, минуту разговариваешь. Опять ее вставил, она провалилась ты, раз, минуту разговариваешь. Были такие у вас, нет? Или только у нас были такие? Газировка по три копейки. Ну, копейка невкусная была газировка. Три копейки с сиропом. Сейчас коронавирус кругом. Раньше с одного стакана пил весь массив. Весь. И алкоголики здесь стоят у этого аппарата. Помыли его туда раз и портвейн. Потом помыли его, опять пришли пацаны, там, газировку пьют. Весь массив пил с этого стакана. И не было никакого коронавируса. Это разные эпохи, разные времена. И поэтому мы должны понять, что, что нас может соединять? Вот что нас может соединять? Просто задумайся на время. Ты скажешь, да нет, мы все хорошие здесь собрались. Сейчас убери Христа. Просто убери Божье Слово из нашей жизни. Убери Христа из нашей жизни. Возможно, уже в следующее воскресенье не все соберутся. У каждого начнутся свои интересы по своему возрасту, по своему интеллекту, свои компании, свои тусовки, свои направления и все остальное, своя жизнь. Что нас объединяет? Христос. Что нас объединяет? Божье Слово. Он говорит, я и есть Слово. Он говорит, я и есть им хлеб, который пришел с небес, шедший с небес для вас. Он говорит, я и есть им Слово. И вот этот Христос, вот это Слово нас объединяет в одну Божью семью. И поэтому, если человек принимает это Слово, он принимает Христа. Он является этой Божьей семьей. Если человек не принимает Слово, он не принимает Христа. И поэтому он пытается убить Христа. Убить. Каким образом? Это не грех. Как они говорят, у них такая псевдолюбовь между двумя мужиками. Они говорят, это не грех. Это просто вот у нас как бы такие чувства. А Божье Слово говорит, грех. Если бы Христос сегодня был в современном мире, вот пришел бы Христос сегодня в Европу, вышел бы на этот парад гомосексуалистов, ты как думаешь, какая бы его речь была? Давай подумаем, с какой речью вышел бы Иисус к ним, увидев бы вот это безумие, что бы он им сказал? Да, я понимаю у вас, сегодня современный мир, сегодня все изменилось, толерантность пришла. Он бы сказал, это грех. И скажи мне тогда, какая была бы их реакция? Хотели бы они его забросать камнями и распять его, как это сделали фарисеи? Сто процентов. Почему? Потому что они не принимают Его Слово. Не принимают Слово, не принимают Христа. Значит, будут побивать камнями, значит, будут убивать. Поэтому и здесь точно так же, в этом мире, вот, отступники почему являются самыми злостными? Потому что они принимают Слово, они знают, как все должно быть. Сатана также был когда-то на небе, был этот херувим осеняющий. Он знает, как должно быть, он знает все Писание, он знает весь закон, он знает все, но делает все наоборот. У него свои заповеди, он делает все против Бога. Не принимает Божье Слово. Поэтому именно у отступников уже природа сатаны. Он говорит, ваш отец дьявол. У них волосы дыбом встали. У них это все, вот, одежда, статус. Он говорит, да мы семя Авраама. Он говорит, ваш отец дьявол. Да мы Писание знаем, ваш отец дьявол. Потому что вы меня, говорит, не принимаете. Вы Слово мое не принимаете. Поэтому так легко отличить, христианин или прикидывается. Слово исполняет христианин. Не исполняет, прикидывается. Имеющий вид благочестия. Давайте встанем. Помолимся, Отец наш. Мы благодарны Тебе за Твою любовь. Мы благодарны Тебе за Иисуса. Мы благодарны Тебе за благодать Твою и за славу Твою. Мы благодарны Тебе за Слово Твое. Которым Ты наполняешь всю нашу жизнь. Мы благодарны Тебе за все Твои благословения. Мы благодарны Тебе за понимание истины Твоей. Мы просим Тебя, пусть придет в эту церковь дух богоискания. Пусть придет в этот город дух богоискания. Пусть каждый из нас, он влюбится в Божье Слово. Он будет растворять внутри себя верой это Божье Слово. Он будет жить Божьим Словом. Он будет утверждать правду Божью. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за это время. Мы благодарны Тебе за открытые небеса. За специфическое помазание в этом месте. Которое очищает Твой народ. Которое подготавливает нас к вечности. Мы благодарны Тебе за очищающее помазание. Мы благодарны Тебе, что Ты говоришь сегодня с нами об этом. Мы благодарны Тебе, что Ты открываешь нам истину Свою. Мы славим Тебя. Мы дорожим отношениями с Тобой, Иисус. Мы нуждаемся в Тебе. Мы Твои. Мы Твой народ. Благослови нас. Очисти еще больше церковь Твою. Омой нас своей кровью, Святой. Просвети очи сердца нашего. Дабы нам познать, в чем состоится надежда нашего призвания. Благослови нас. На всех путях. И во всех начинаниях. Пусть эта церковь овладевает городами. Благослови нас. Благослови нас. Чтобы мы проповедовали Твою истину. Чтобы распространяли Твое царство. Чтобы осуняли народы. Во имя Иисуса Христа. Пусть особенные Твои ангелы придут. И помогут нам. И спонди Твою и Твою. Во имя Иисус.